Всем привет, это Мишаман, и в сегодняшнем видео я хотел бы обсудить состояние лиги Скорж 3.16 на данный момент, и чего же нам ждать в будущем. Так что в этом видео мы поговорим всяко разом, также я покажу какие-то основные моменты касательно лиги, если вдруг вы пропустили начало, и думаете стоит ли пробовать. И посмотрим вкратце в двух словах, пишу билд, в котором играю, и какие-то основные моменты по поводу него. А полноценный гайд будет позже. Итак, приступим. Во-первых, давайте я, наверное, переключусь на окошко с геймплеем. Значит, первая неделя запуска пронеслась довольно стремительно, и в гораздо более положительном включении, нежели чем прошлая лига экспедиция. За эту неделю было поправлено много багов, которые перечислены в последнем посте от GGG, который вот, собственно, здесь присутствует на главной. Здесь можно увидеть то, что там уже было порядка пяти, вернее, шести хатфиксов. Вот. И тут также перечислены разные планирующиеся апдейты. Вот. Для начала пару слов о том, что такое Лига Скордж и с чем ее едят. Давайте в качестве такого небольшого шоу-кейса запустим мапку какую-то рандомную. Вот. И посмотрим, как это выглядит. Я сам начал играть на Hardcore SSF с Toxic Rain. У меня есть большие силы. Заморочился даже с сетиком в этот раз. Ну, скилл Toxic Rain. Баллисты используются для того, чтобы накладывать выдр. Мощный дебаб на врагов. Вот. Для того, чтобы было яснее, что происходит с Хорджа, я вырублю Далириум. Вот. И, собственно, да. Собственно, у нас есть на каждой карте появляется красная вот эта полоска, которая заполняется при любвистию монстру. И заполняется полоской, нажимаем кнопочку B и попадаем в параллельную реальность, где нас ждут всякие демонюги. Можно заметить в левом углу дебаб, который стакается. Вот. Это дебаб, который увеличивает по нам входящий урон от противников. Но при этом он же увеличивает, если навести Quantity и Rarity. предметов. А также то, насколько много мы получаем в плане клюшек для мира. Вот. Наверняка вы в курсе, что данная элит-механика, она позволяет не только лишь получать побольше мопчиков на карте, но и еще улучшать шмоточки. Вот. Сейчас мы до босса дойдем, я его завалю и покажу, что именно я имею в виду. Вот. Интересной особенностью является, что мы, когда нажимаем кнопку и перемещаемся в пространстве демонов, мы убиваем, идем вперед, по той же карте она остается закрытой. Вот. И после того, как мы набивали монстров, мы возвращаемся в ту точку, из которой выходили. Значит, по поводу предметов. Если нажать либо через инвентарь на Crucible, да, либо типа Hotkey, здесь вот эта вот кавычка одиночная, то можно здесь увидеть менюшку с предметами, которые мы можем улучшать или ухудшать. Вот. Короче говоря, наверняка вы больше всего знаете, но вкратце, менюшки для предметов, они позволяют всякие прикольные свойства получать. Из минусов они довольно редко. Это один из больших минусов, что я довольно низкие веса у реально крутых свойств на шмотках. Однако, из хороших свойств, если у вас здесь прокачаны вот эта вот штука на увеличение количества линков, и вот эта вот штука на увеличение количества сокетов, то с 15% вероятностью у вас вместо пяти линка может стать шести линк. Например, это как минимум для старта лиги очень круто. Если вы собираетесь стартовать, я бы обратил внимание на это. И просто лишние дивайны орбы не помешают никогда. Теоретически, может быть, и что-то более бодрое. Однако, с картами поинтереснее, потому что здесь, видите, можно до 10 раз их трансформировать. Обычные шмотки можно, вот видите, тир один, здесь тир два, максимум три тира. А здесь до 10 тиров на картах можно накручивать. Вот. И главное вовремя остановиться, потому что много дебаф вешается постепенно. Вот. И можно довольно ништяково обмазывать карты. То есть вас ничего не заставляет кинуть какую-то лишнюю мапку не очень высокого тира в мап девайс. Ну, вернее, в этот в крусибл. Вот. И полутать вот тут с каждой рарки будет там по три дополнительных каталисты. Или тут дополнительные гемы и так далее. То есть награда, на самом деле, за карты выглядит довольно прикольно. Вот. Однако стоит не забывать, что для того, чтобы они побыстрее заполнялись, то есть нужно вот эту вот ноду прокачать, фермент дримс, который будет поглощать больше, больше как раз, ну, типа быстрее прогресс будет идти здесь. Вот. И это основная тема. То есть, когда мы убиваем демонюк, у нас заполняется вот эта вот шкала постепенная, и наши вещи изменяются. Однако, конечно, да, не стоит следить за дебафом, особенно если вы на хардкоре играете. Вот. По поводу лик-механики более-менее все. Единственное, что, конечно, еще стоит упомянуть, это довольно много валюты дропается интересной в самой лик-механике, которая позволяет взаимодействовать с карабченными шмотками. Особенно интересным для старта является то, как работают вот эти карабченные пузы, во-первых, потому что они позволяют не просто случайным образом менять количество соединенных сокетов в предмете, они делают поинтереснее, они позволяют добавить или убрать какое-то соединение, да, то есть, если у вас есть пяти линк, то с шансом 50% фактически вы можете сделать шести линк в нем. Именно таким образом я для этого билдаю, буду делать шести линк-тушку, то есть я ее не линковал. Вот. Такая вот интересная история. Это одна из самых сильных сторон, в общем-то, валюты. Вот. По поводу валюты, у меня, по-моему, уже весь набор валюты есть здесь, который дропается. Вот есть ювелирка, которая случайным образом меняет количество сокетов. Мифи-корп довольно интересный, как треш, что трейдер может сделать уникальный предмет на той базе, который, значит, на которую базу вы кидаете, или уничтожит эту базу. Такой гамбл забавный. Вот. Хромики, понятно. Были вопросы. Хромики, белые предметы, насколько я знаю, не могут троллить. Вот эти. Ну и блэксмиты и, значит, армор скрапы тоже, в общем-то, понятно, что делать просто рандомным образом. В отличие от обычных, они не накидывают качество постепенно, они рандомное качество означают, что довольно прикольное. Вот. Самое интересное, это фузы, которые может либо добавить, либо убрать линк. То есть, если у вас есть, допустим, пять линков соединенных, он может в вероятность 50% добавить еще один, что круто. Вот. То есть, можно с двух таких фузов теоретически получить шести линк, если у вас был четыре линка. Вот. И эксик у него вчера упал, который либо добавляет, либо убирает. Случайные свойства на редком предмете. Тоже штука забавная. Для того, чтобы попробовать доделать какой-нибудь предмет, который уже у вас закарабчен. Вот, собственно, про лик механику основные моменты рассказал. Дальше, если кому интересно, могу рассказать про билд в целом. Опять же, это Токсик Рейн. У меня основная связка здесь в фуке стоит. Мираж Арчер, Войтмани по эффексе, Пастер Атакс, Вишус Прожектал, Мираж Арчер. Мы заменим Нейм Бауэр, который нам вчера упал. Нужно ему до третьего уровня быстренько через эти, через Синдикат Качину, через Тору. Вот. В остальном, по гиру все довольно дефолтно. Из дополнительных связок мы, конечно же, Токсик Рейн используем в тотемчике, потому что он позволяет за счет видеринг-тача много видера накидывать. И дополнительный дамэдж много дает. Вот. В основном, гир, ХП, резисты, хаос дамэдж вверх, мультиплайер, все тут довольно дефолтно. Это можно в моем профиле чекнуть. По поводу ветки, она будет примерно так. Пока что я готовлюсь к тому, чтобы вот эту верхнюю часть убрать и поставить вместо него кластер джуэл. Вот. Для того, чтобы его сделать, мне нужно Делф немножечко побегать. и просто соответствующие эти прокачать, ну вернее, просто ноды получить на нем соответствующие на хаосном ларджа. Вот он у меня здесь заготовлен, лардж на хаос. Здесь нужно три ноды было на нем получить. Вот. И после этого уже идти фармить Сируса, Мэйвен и так далее. Вернемся обратно пока к новостям, которые необходимо обсудить. А именно вот сюда. Собственно, вчера, вчера, около полуночи, разработчики выложили данный пост информации о том, что же нас ждет в ближайшем будущем. Мы вкратце это обсудим. Вначале здесь перечисляются различные хотфиксы и баги, которые были устранены. Игра по-прежнему время от времени крашится, к сожалению, при переходе между локациями. Однако, не так уж часто это происходит. Вчера за 10 часов игры это со мной произошло два, может быть, три раза. Самым прекрасным и значительным изменением для меня в этом всем является вот это вот в разделе другие изменения. А именно то, что урон от вот этих взрывов от шторм-колов бомбов барона был значительно уменьшен. Я потестил, действительно, теперь его можно хотя бы как-то переживать, потому что эта обилка она внесла очень-очень много жизней, особенно на хардкоре. Я думаю, что все вы прекрасно помните вот эти вот эффекты, когда моббарона встает на колено и начинает накастовывать через всю карту дурацкие взрывы, которых приходится постоянно бегать. Вот, теперь эта обилка носят меньше дэмэджа. Вот, однако проблемы остались некоторые, о чем сказано в общем-то далее. Вот, самая большая проблема является вот этот, пожалуй, но касается на игроков, лишь которые на стандарте играют. По-прежнему игроки на стандарте не могут спать спокойно, потому что в очередной раз возникли проблемы с миграцией и переводом карт в прошлых ликовых карты, которые соответствующие лигу. Это, как обычно, приносит массу неудобств, что очень неприятно. Для этого прогноз еще дело выглядит довольно размыто и неутешительно. К сожалению, складывается впечатление, что по фикшнам будет не так уж и скоро, потому что здесь указана дата, что не позже выхода 3.17. Лол. Другой крупной проблемой, которая была очевидна, в общем-то, и напрашивалась с момента выпуска патч-ноутов, это элемент эквилибриум для ловушек мин тотемов. Не совсем понятно, то есть раньше эти штуки, которыми люди играли, эти способности, они получали бафы от элемента оверлоуда, если вы генерируете элемент оверлоуд какой-то другой пассивкой. Сейчас же, как вы наверняка помните из обзора изменений в 3.16, если вдруг не помните, то советую ознакомиться в соответствующем видео. В общем, сейчас элемент оверлоуд работает так, что вы не можете генерировать элемент оверлоуд для ловушек мин и тотемов, хотя хотелось бы для многих. Эту проблему обещают в скором времени решить, однако точное время пока что не указано, видимо, в ближайшем патче это должно быть. Как и здесь. Значит, в целом в целом здесь указано некоторые, говорят, что они видят фидбэк о Скордж Лиге. Основной претензией игроков естественным образом является, что не хватает каких-то именно ценных дропов с самой лик-механики, однако пока что каких-то решительных шагов разработчики предпринимать по этому поводу не будут. С другой стороны, лично мне кажется, что конечно для трейд лиги эта лик-механика не является самой ценной, однако у нее есть довольно много уникальных моментов касательно легких шестеринков и опять же играя на трейде вы все равно можете извлекать прибыль из каких-то предметов, то есть даже банально если вы берете какой-нибудь метовый уник, вы можете на халяву шестеринкнуть попробовать с помощью лик-механики либо получить в нем какое-то мощное свойство хотя с довольно маленькой вероятностью но для этого ничего не нужно делать, вы просто кладете этот предмет в вкладочку и просто убиваете монстр в общем-то тут да вот и мне кажется что многие люди на самом деле недооценивают то, насколько мощные можно плутать штуки с видоизмененных вот этих вот карт хотя опять же перебарщивать тут не стоит но это как бы вся эта система наград она несколько медленная для трейда то есть нету такого что хоп и вы получили миллиард экзов прибыли вот то есть тут приходится поработать но при этом мне не кажется это какой-то огромной проблемой потому что сама ликмеханик очень гладкая это дает много мобов пакса и так далее вот и это само по себе уже неплохо в плане чисто механически она не напрягает вот а если вам нужна конкретная прибыль то вы всегда можете бегать блайты которых стало больше и получились новые убер дупер супер энкаунтеры и блайты и симуляторы на 30 волн и так далее и прибыль можно вынимать оттуда и из последних еще замечаний стоит отметить что многих волновало что значение множителя постепенного урона на луках понизили до значения одноручки хотя раньше они были побольше соответствует двуручного оружия вот про это здесь упомянуто и написано что это должно было быть в почтноутах просто этого в почтноутах не оказалось по какой-то причине за что они конечно же сердечно извинились вот и написали что это изменение связано с тем что на толчинах появилось больше модов с демошером мультиплайером ровно как и на многих других частях снаряжения вот и таким образом то что значение уменьшено до одноручного value оно вполне логично потому что вы можете получить сейчас как на колчине dot malty так и на луке dot malty и в принципе опять же учитывая что на кольцах амулетах и самоцветах этого мультипликатора навалили довольно знатно переживать по этому поводу не стоит его стало больше а не меньше вот такие вот в общем-то новости ждем изменений улучшений не радует немного что не навалили побольше лута непосредственно в сам скурш однако мне кажется что в долгосрочной перспективе опять же эта лик механика она окупается и довольно неплохо по крайней мере с точки зрения человека который играет хоть на эсэфе но достаточно помногу вот так что будем ждать новостей будем ждать патчей заглядывайте на стрим на твич ссылочка на него есть в описании об начале трансляции есть уведомления в дискорде ссылка на которые также указана если вам понравилось данное видео ставьте лайк и подписывайтесь чтобы не пропустить следующее а следующее вполне может быть будет про билд которым играю в больших подробностях но это будет зависеть от того насколько быстро прогресс персонажа пойдет в общем это был Мишаман до скорых встреч пока